Всем привет дорогие друзья, с вами Маракесси. Итак, сегодня посмотрим бой на среднем танке СТБ-1. Весьма увлекательное сражение на, наверное, одном из лучших средних танков в игре. Также я рекомендую вам приобрести набор Duke. Это самый простой, быстрый и очень выгодный, дешевый способ получить прям танки себе в ангар. На время, по крайней мере, Самуай Смейл, Рейн 40 тонн, АТ-15А, ТИП-64. Такие танки вы можете с помощью этого набора получить себе в ангар. Также там командир, день према и многое другое. Ссылка на набор в комментариях. Также выигрывайте золото. В каждом видео, в общем-то, такая возможность имеется. Для этого в комментарии разъясните, что вам понравилось, что нет в этом видео. И в конце напишите свой игровой ник. И, соответственно, вчера вышла новость о том, что разработчики планируют добавить новую ветку чехословацких тяжелых танков. Что, конечно, в принципе, интересно звучит. Потому что есть надежда, что эти танки будут интересными и имбовыми. У этих танков будет барбан на два снаряда. Хорошая альфа 490. У премтанка, кстати, вообще будет альфа 460. Что, конечно, является супер показателем. На первый взгляд, как для танка восьмого уровня. При этом танк бронированный еще и с экранами. С неплохими УВН. Минус 8 градусов. Ну, естественно, у танка имеется недостаток в точности. То есть сведение 2,9. Ну, хотя это не так плохо. И также разброс там 0,4. То есть, естественно, танк не для ближнего боя. Скорее, вернее, не для дальнего боя. Скорее, наоборот, для ближнего боя. И, соответственно, некоторые из-за этого есть недостатки. Пока что танк выглядит сверхимбовым. И тут, конечно, подкрадывается сомнение о новом марафоне. Соответственно, очень это вероятно. Потому что, когда вот новая ветка какая-то выходит. Обычно под нее и марафончик по-быстрому сделают. Кстати, вы уже можете прокачивать эту ветку с шестого уровня. Соответственно, если хотите, там 50-60 тысяч опыта потребуется. И еще из плюсов стоит отметить, что если вы прокачивали средние танки. То наверняка некоторые модули будут подходить под новые танки. Мне так кажется, но обычно так происходит. То есть, меньше опыта будет требоваться на прокачку. Ну и в целом, 10 уровень выглядит в этой ветке весьма многообещающе. То есть, у этого танка имеется и Альфа-490. У нас, хотя это не рекорд, но все-таки там барабан на два снаряда. То есть, почти под 1000 урона можно наносить с двух выстрелов. Что, естественно, довольно-таки много. При этом броня должна быть мощной. Подвижность в районе, как у ИС-7. И, соответственно, может получиться что-то весьма интересное. Может быть, даже новые имбочки завезут. Ну, такие, как, в общем-то, раньше были. Сейчас, в последний, не знаю, год, по-моему, новые ветки, они не так сильно радуют. Больше радуют апы старых веток. Соответственно, некоторые из старых танков, конечно, стали гораздо более интересными. Также не забывайте, что сейчас проходят выходные дни акции. Можно купить танки со скидкой 50%. Ну, это низкоуровневые. В основном скидка 15% на танки 8 уровня. Премиумные. Также скидка на слоты может пригодиться и на снаряжение. Ну, снаряжение всегда лишним не будет прикупить. Потому что оно всегда заканчивается. Сколько ты его не покупал, по крайней мере, часто играешь, то снаряжение довольно-таки быстро. Расходуется. И из других любопытных новостей, соответственно, разработчики у нас как бы ввели акцию на День космонавтики. То есть, ежедневно будут появляться ЛБЗ. Обратите внимание, что они, соответственно, будут исчезать потом. То есть, если вы какой-то день пропустили, то уже ЛБЗ, соответственно, вы выполнить эту, скорее всего, не сможете. А, между прочим, дают соответствующие очки, с помощью которых можно открывать неплохие призы, включая уникального командира Юрия Гагарина. Также большое учебное пособие. Также у нас тут всякие резервы. День према, слоты уникальный 2D-10. То есть, если вы, соответственно, будете пропускать дни, то вряд ли вы сможете все награды получить. Ну, в принципе, выполняется все суперэлементарно. То есть, задачи очень простые, и каждый сможет их выполнить. Ну, сама акция продлится довольно долго, по-моему, там... Ну, точно не помню, по-моему, до 20-го что-то числа. Поэтому, ну, ежедневно можно по чуть-чуть проходить и получать некоторую халяву. Ну, а теперь хочу показать вам, где я смог выиграть ценный приз. Всем привет, дорогие друзья! С вами Маракаси. Итак, сегодня поиграем на сайте Vodhub и попытаемся выиграть какие-либо ценные призы. Итак, начнем мы с открытия вкладки бонусы, потому что тут постоянно разнообразные, соответственно, призы можно выиграть. И, как вы можете видеть, имеется в наличии новый 3D-стил и также танк Т-42. Вернее, не 3D-стилы, а 2D-стилы, извиняюсь. Соответственно, можно это получить себе в ангар, если повезет, конечно же. Ну, и, кстати, есть такой кейс из сериала Пацаны. Соответственно, давайте попробуем выиграть данный танчик. Ну, кстати, очень близко было. Но, увы, ях, не получилось. Тем не менее, пробуем дальше. И опять, блин, было очень близко, но нет. Может, с 3-й попытки. Че-то пока не прет особо. Пока че-то не прет. Так. Нет. Пока не заходит. Все равно будем пытаться. Что, рано или поздно, все-таки, мне кажется, должно повезти. Пока что, явно не везет. Но, такое бывает. Раза 3 был этот танк рядом. Видите, совсем чуть-чуть, и не хватает удачи. Буквально, остается еще несколько попыток. Так. Не выходит. Что-то вообще не выходит. Ну, я буду до последнего, конечно, играть тут. Так. Что тут у нас? Давайте это все продадим. И попробуем заново. Все-таки, я хочу выиграть этот танк. И вот, наконец-таки. Наконец. Получается. Видите, надо всегда до последнего сражаться. Так. День према. Так. 2000 золота. Ну, тут уже, в принципе, я выиграл главный приз, который я хотел. Давайте попробуем другой кейс какой-нибудь еще. Клык кобран. Может, хотя бы тут повезет еще. Но нет. Давайте еще одну попытку. 2500 нормальный приз, я считаю. Пробуем змеи лов. Какая-то мелочевка выпала, сейчас я ее, наверное, продам еще раз сыграю. Вот только другой, наверное, открою. Пробуем гуся. Ладно, все на этом. Давайте посмотрим на результат. 4000. И сейчас, как вы наверняка знаете, подходит к концу последний сезон ранговых боев. Соответственно, я думаю, что ранги никуда не денутся. И только, соответственно, они будут появляться и появляться, потому что это хороший способ для разработчиков поднять онлайн. Потому что люди все-таки стараются заработать боны. Ну и, соответственно, есть довольно хорошая вероятность, что обновление бонового магазина не заставит себя долго ждать. Хотя уже приходится ждать приличное количество времени. Еще только в прошлом году обновился боновый магазин. Но ВГУ уже, в принципе, готовит обновление бонового магазина. И самые вероятные танки, которые, кстати, недавно апнули в боновый магазин, это Т-92. Это у нас Сенлаг, это М41Д и СУ-130. То есть, эти танки подготовили как раз, как я считаю, для того, чтобы добавить их. То есть, подапали немножечко и придали им, так скажем, гораздо больше веса, ну, чтобы чаще игроки старались зарабатывать боны. Также апнули уже существующие танки за боны, что, в принципе, подтверждает ту информацию, что именно это все делается для бонового магазина. То есть, КВ-4 Крыславского, там 121БМ, 60ИС-5 эти танки уже есть в боновом магазине. Но есть тут и новичок, Чифтейн Т-95, восьмого уровня. Я думаю, он тоже появится в боновом магазине. Не зря он тут затесался среди всех вот этих танков. Есть еще танк Т-23Е3. Тоже вероятный кандидат в боновый магазин. То есть, получается такая некоторая замена старых танков за боны на новые. То есть, какие-то апнули, какие-то еще добавят. Я думаю, и до FV-215Б тяжелого танка тоже доберутся, потому что его, ну, просто необходимо апнуть, как я считаю. Также есть танк Kampfpanzer N7Rage. Это у нас немецкий средний танк с довольно хорошими характеристиками, на самом деле. Ну, в принципе, танк, я думаю, будет стоить недорого. То есть, это такой бюджетный вариант, скорее всего, будет. Потому что, ну, они неплохо, эти характеристики выглядят, но не имбово, к сожалению или к счастью. То есть, им бы тут не получится, но получится неплохой средний танк. Вероятно, цены не изменятся, но смысла их менять нету. Дороже вряд ли ВГ будут продавать. Ну, и дешевле тоже, конечно же, уже, ну, вряд ли там некуда особо понижать цену. Ну, и есть объект 780, соответственно, танк уже, я не знаю, сколько времени готовится для бонового магазина. Еще говорили про то, что его добавят в боновый магазин, как только он появился. Это еще было, если я не ошибаюсь, в прошлом году. Но тогда боновый магазин так и не обновился. Хотя ВГ прям обещали, чуть ли не клеились, что будут обновлять боновый магазин два раза в год. Но, как вы можете видеть, свои обещания они не держат. Хотя, в принципе, могут они исправиться еще. То есть, раз они в прошлом году не обновили, а уже как бы, ну, уже четвертый месяц идет, между прочим. То есть, уже еще немного и вообще будет полгода пройдет уже этого 2021. Соответственно, могут они сразу добавить много танков в боновый магазин сразу разом, так скажем. Еще один танк Шармель, который тоже, вероятно, готовится для бонового магазина. Ну, как мы выяснили, у нас, соответственно, ну, есть танки в марафон. То есть, танк вот этот новый, чехословацкий. Ну, а Шармель, его особо некуда девать, только если на продажу зарядные деньги. Ну, соответственно, я не думаю, что это так. Хотя, посмотрим. На этом все, друзья. Спасибо, что досмотрелось до конца. Желаю вам удачи. Пока. Продолжение следует...